Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Татьяна пишет. Я считаю, что мой молодой человек соглашается мне помочь только когда ему удобно и хочется. Был момент в отношениях, когда я сильно болела и просила приехать, на что он ответил, что не может. Но вопрос, почему он ответил просто, я ведь человек могу хотеть и не хотеть. Был случай, когда я просил его проводить меня до дома в супермаркете, потому что покеты были тяжёлые. На что он ответил, ты собираешь собрать много вещей? Он сказал, что он бы хотел не помочь, однако не хочет идти. Я чувствую грусть, ведь я ему помогаю, даже если я был злой, без настроения, уставший. И пусть мне было неудобно, потому что ты всегда хочешь помочь человеку, которого любишь. Собственно, такой вот текст у нас без вопросов. И первое, на что хочется обратить внимание здесь автора, это то, что вы чего спросить-то хотели? Вообще. Ну, о чём? Вы считаете так? Да, мужчина считает иначе. Он считает, но по-другому. И, в общем-то, у него своё видение, у вас своё. Вы, если придерживаетесь своей позиции, вы имеете на это, кстати говоря, полное право. Так и придерживаетесь её, этой позиции, до конца. Вот. А то странно немного получается, что вы не просто позиции придерживаетесь, как будто бы, знаете, ну, как будто бы человека, ну, поменять хотите. Вот. А это, в общем-то, дело такое, достаточно гибло, потому что человека вы не поменяете, вот, только испортите себе массу нервных клеток. Вот. Такая вот история. То есть, это история про ответственность. Ну, вашу личную ответственность за свою собственную позицию, за свой собственный выбор, за ваши решения. Как важным решением является, так скажем, встречаться с человеком. Как вашим решением является, так скажем, быть человеком, ну, в отношениях. Так вашим решением, как вашим решением является делать для него, ну, что-то, да? То есть, вот, ну, как вы сами говорите, помогать ему, например. Вот. То есть, всё это является вашим решением, на мой взгляд. И так вашим решением является не делать чего-то, если вы не хотите. А вот этот аспект, так скажем, аспект свобода, вы как будто бы игнорируете. Вот. Понимаете? И правда заключается в том, как мне кажется, что ваше желание помочь мужчине, помогать, точнее, ему, здесь проистекает из долга. То есть, ну, вот, я должна, как бы говорите вы, потому что люблю. Понимаете, да? Я должна, потому что люблю. И ты должен, потому что любишь. Ну, согласитесь, согласитесь, как-то вот не очень это хорошая и качественная, как мне кажется, позиция. С точки зрения, ну, отношения и к себе и к другому человеку. Ну, просто потому что у человека действительно может не быть, как бы, желанием вам помогать. Но, если честно, то проблема кроется немножко глубже. Она кроется в том, что придерживаясь вот такой позиции, да, придерживаясь такой вот точки зрения, так скажем. А вы довольно сильно обесцениваете сами себя. Вы обесцениваете сами себя тем, что игнорируете свои собственные реакции, игнорируете свои собственные желания, например, желание не помогать когда-то. Или желание позаботиться о себе. А потом, когда вы это делаете, когда вы, вот, стиснув зубы, да, значит, ну, стараетесь соответствовать образу любящей девушки, любящей женщины. А вот, потом, 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 а вы требуете от человека вину вести себя. Так. Ж, как и вы. Вот. И, на мой взгляд, это, вот, является довольно серьезной проблемой. Когда вы заставляете себя делать, ну, то, что вам не хочется, и другого человека заставляете делать то, что ему не хочется. Это с одной стороны. А с другой стороны, позиция ваша, что вот я считаю так, и ты обязательно должен исследовать. Потому что я же в тебя столько вложил. Ну, судя по всему, именно это вы пытаетесь сказать. Плюс ко всему, здесь еще в наличии ваши ожидания от человека. Которые тоже, ну, не сказать, что бы особо реалистичные. Поэтому с ними тоже нужно поработать, да, и посмотреть, а насколько вообще адекватно то, чего я жду от человека. Если человек не захотел, не захотел помочь один раз, то почему я жду, что он поможет еще. Вот. И сформулируйте, пожалуйста, свой вопрос к психологу, да, какую задачу вы ставите перед нами. Это было бы началом вашей работы над собой. Чувствуется, что у вас есть обиды, чувствуется, что у вас есть злость. Эти чувства желательно вам помочь прожить, дабы они не отправляли вам существование и позволили бы спокойно продвигать свою модель поведения. Дальше не в окрасте этих самых неприятных ощущений. Всего вам самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok